я тоже очень расстроен доброго времени суток с вами данила рыжкин и сегодня поговорю про юмор про комедию о чем можно шутить о чем нельзя шутить ну и почему всеми нами любимая комедия сейчас умирает сразу хочу вас предупредить чтобы вы воспринимали данный ролик как подкаст поэтому не ждите здесь идеального света идеального монтажа и или идеального звука здесь все будет немного на другом уровне это будет сверх идеально поэтому готовьтесь также хочу сказать что здесь не будет супер классных шуток как на концертах дага стенхопа потому что я записываю этот ролик без вливания ваших денежных средств к себе в карман хотите супер-супер-супер юмор донатьте да вот может быть тогда сделаем спешил а может и не сделаем а просто порадуемся вашим деньгам в общем юмор и комедия для меня этот выпуск и спонтанной и с подготовкой то есть такая вот ситуация ин и ян да вот я не знаю ксюмерон и который не поет а читает супер шутки сегодня будут в общем с одной стороны я давно хотел высказаться на тематику юмора комедии относительно запретов в комедии и возможной смерти комедии понятное дело я не первый не единственный об этом говорю хотя первую свою статью на эту тему написал не знаю может быть в году тринадцатом-четырнадцатом вот надо поискать посмотреть то есть в принципе у меня это в голове давно плюс я достаточно недавно так сказать познакомился с одной блогершей тут феминитив я думаю будет ей как комплимент потому что она феминистка достаточно отбитая это маша богданова если я не ошибаюсь и один из роликов у нее был как раз на тему о чем нельзя шутить я посмотрел меня разбомбил и я захотел об этом высказаться ну и как-то потом все это ушло в задний потайной ящик вот это вот со стороны подготовки со стороны неподготовки я как бы просыпаюсь 29 февраля в смысле несуществующий день но раз уж он наступил надо что-то записать чтобы как-то отметиться в истории потому что ну когда он следующий раз будет там через 15 лет по моему у него цикл соответственно раз наступил надо делать именно поэтому я сейчас на ваших экранах закурю без вашего позволения потому что это мой youtube канал камон это мои группы вконтакте это мой телеграм здесь я делаю что хочу как бы так вот закурю отопью кофейка и приступим к рассмотрению данной тематики надеюсь уложусь в полтора часа но может быть закончу и через две минуты посмотрим что-то среднее из этого выбираете да то есть рассчитывайте на что-то среднее все согрелся можно в общем юмор комедия о чем можно шутить о чем нельзя шутить и почему комедия умирает давайте наверное сначала начнем с тезиса почему же комедия умирает здесь все просто есть так сказать проблема зрителя эта проблема еще делится скажем так на два подпункта то есть на двух разных зрителей первый зритель это зритель который на все обижается на все сплошь и рядом обижается ему все оскорбительно неважно о чем вы пошутили вы пошутите о дереве он оскорбится потому что вот он там экоактивист или еще что-то вы пошутите о карликах тоже обидится оскорбиться потому что ну как это же карлик он же не полноценный человек один нельзя шутить камон его жизни так сыграл над ним злую шутку а тут еще ты и вот таким людям видимо невдомек то что у карлика может быть все хорошо с самоиронией это что над ним шутит ему типа окей типа не так страшно ну как минимум он же не женщиной родился хотя если карлик женщина и тут потемнело есть аудитория которая на все обижается вот эти вот люди которые вот портят нашу вечеринку как вот жизнь коротка нас сюда никто не звал но мы здесь появились и часть из нас но мы как бы хотим повеселиться вот в тот срок который у нас есть вот хотим повеселиться а тут появляетесь вы и забираете наше веселье но и течет постоянно с кислой рожей ходите возмущаетесь нафер вы нужны уходить из нашей вечеринки не появляетесь останьтесь у себя дома дрочите подушкой и не выходите никуда хватит все создайте свою собственную социальную сеть грусти тоски и обиженных и находитесь там мы хотим веселиться и комедия это часть нашей жизни часть веселья часть того что делает скажем так нашу обыденность не такой серый которые делают нашу жизнь чуть легче особенно после страшных событий но об этом мы поговорим чуть позже отстаньте уберите свои морщинистые некрасивые руки от прекрасного лица комедии уходите отсюда брысь это вот первый тип зрителя который убивает комедию из-за которых у нас есть там определенные табу какие-то ярлычки что вот об этом лучше не шутить об этом лучше не говорить а то не так поймут какая-то стагнация у общества происходит теперь о втором типе зрителей который тоже направляет комедию в гроб слава богу конечно комедия ну как бы не так быстро умирает она в агониях не бьется так немножечко сознание теряет но все же потому что вот есть еще и вторая группа это вторая группа которую веселят шутки по типу ну у вас же есть такой друг который пердит в арбуз и ожидает эффекта я даже не знаю вот такого уровня если есть ведь у вас такие друзья вы знаете таких людей которые веселятся от такого юмора это те зрители которому которым нормальный юмор банальной комедии положения именно банальный что типа ну вот мы расстались а почему-то она у меня до сих пор в телефоне просит денег ну это вообще нормально у вас такое бывало да и и как она себе это представляет и вот этот вот вот этот вот поносы непонятных детских мыслей обиженных и это хавают и люди это хавают зритель это смотрит соответственно есть массовость есть рубль да там рубль доллар не знают нг чем еще платят сейчас за комедию поэтому появляются еще больше таких комиков ну буду так-то шутить легко ну как бы дайте мне пять минут и даже в падающем лифте я вам напишу хорошую шутку как минимум вот этот вот отрезок был уже хорош хотя я его подрезал у дивана морда отрезок подрезал игра слов и все это приводит к тому что у нас есть зритель которого устраивает такая комедии соответственно комики которые делают такую комедию не сложную комедию простую такую тупую комедию а юмор вообще-то это показатель интеллекта потому что если вы придумали хорошую шутку и опять же давайте сразу скажем так расставимся точки над ее комедия шутки это не оскорбление ради хихиха ха это не грязные слова ради хихиха ха тут все посложнее так вот почему комедия показатель юмора если не верите мне можете добрышев да господи добрышевцы пришел мне что такое дробышевцы вот дробышевского посмотрите что-то я заговорился я не знаю видимо зритель меня сейчас дедосит этот дробышевского можете посмотреть если не доверяйте мне этот дядька у нас классный он про комедию почти то же самое и говорит что юмор как показатель интеллекта потому что придумывая нормальную шутку вы обманываете ожидания человека то есть вы создаете при этом определенный новый мир прекрасный новый мир обманываете человека из-за этого у мозга получается как бы подобие ошибки он такой фига ха 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 и смех вот а когда юмор строится вот на уровне пукнул в арбуз или насрал в аквариум и все ржут из-за того что есть слово насрал или пердеж ну как бы это не комедия но сейчас к сожалению это пользуется спросом и соответственно это тоже подбивает комедию и это не только подбивает комедию как что комики не хотят делать сложный юмор нет просто это еще и работает как репутационная потеря для комедии потому что зритель например который не смотрит стендап хочет с ним ознакомиться включает попадает на такое думает вы чё серьезно вы над этим смеетесь вот это стендап не буду я это смотреть нет лучше я буду ваганыча продолжать пересматривать не буду я это смотреть или что хуже он это посмотри и деградировал камон человека потеряли а юмор эта штука сложная и для того чтобы делать юмор у комика должен быть большой богатый бэкграунд он с детства должен смотреть и слушать правильную музыку правильные фильмы читать хорошую литературу сравнивать ее с плохой он должен сам себя осознать он должен понимать как протекает богатая и бедная жизнь как протекает жизнь в деревне и в городе в идеале он должен все это по чуть-чуть и прохавать прожить и тогда он сможет писать именно объемную комедию они просто топорного у вас есть такие друзья которых бросила девушка потом оказалось что это был транс но нет но не такое и соответственно зритель зритель тоже должен над собой стараться зритель должен понимать что комедия опять же это не шутки про пердеж нет да это может быть включено для усиления эффекта но спешл выступление не должно крутиться вокруг говна или пердежа мир вокруг этого не крутится мир объемен то что там есть говно и пердеж окей но не вокруг же этого всего а проблема с интеллектуальными способностями зрителей ну да есть почему ну блин сейчас дофига молодежи которые только в тик токах инстаграмах сидит да не только кстати молодежи все вот 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 это это неплохо с точки зрения того что у нас есть гаджет у нас есть коммуникации это здорово но то как мы делегируем скажем так нас на них на гаджеты на интернет ну круто у нас дофига людей не имеют критического мышления нами управлять вот так легко почему ну потому что ну вот интернет я не против интернета я просто говорю что люди разучаются быть скажем так рациональными думающими критичными людьми да вот это печально это вот то что убивает комедию обиженные люди и тупые люди обиженным быть легко и модно сейчас тупым вообще быть изи соответственно это такая немалая масса которая как раз комедию вот затягивает в яму до метр на три или как-то не знаю эти стандарты с этим я надеюсь разобрались а теперь вот к теме маши богдановой к теме о чем можно шутить о чем нельзя шутить в своем выпуске маша говорил что вот насчет изнасилования нельзя шутить что люди вообще-то это переживают домашнее насилие переживают и это не смешно но маш маш мария маша давай так во первых мы живем в далеко несправедливым мире а вот в мире где на протяжении всей истории творится мрак и будет твориться мрак мы от этого никуда не денемся это первое а второе нам как бы хочется от этой жесткой реальности куда-то уходить если комик шутит о теракте шутит об изнасиловании или шутит еще каком-то мраке который произошел именно шутит в рамках нормальной комедии да опять же не оскорбляя не желая оскорбить ту или иную расу или ту или иную группу людей может быть высмеивая но делая это скажем так правильно с точки зрения хорошей комедии это большой плюс комику за то что он вытаскивает нас из этой грязи за то что он помогает нам это пережить и помогает нам посмотреть на ситуацию немного с другой стороны поэтому шутить можно обо всем самое главное чтобы это была шутка чтобы это не была претензия чтобы это не было оскорблением чтобы это не было посланием на три советские ради ха-ха нет чтобы это было просто хорошая шутка set up punchline в онлайнер да хоть целый special чтобы это было смешно чтобы это расслабляло шутить можно обо всем шутить нужно обо всем без юмора наша жизнь будет слишком серой и любые негативные ситуации моменты которые будут происходить которые происходят мы свихнемся если не будем об этом думать с юморком да печально что кого-то могут порезать изнасиловать избить подставить предать да это печально но есть же ирония самоирония нужно понимать что мир на этом не заканчивается опять же вернусь к своему тезису который был сказан пять часов назад потому что это 17 дубль жизнь слишком кратко единственный смысл жизни в том чтобы прожить ее с позитивными эмоциями а когда приходите такие как вы и портите нам вечеринку это печально уходите пожалуйста с нашей вечеринки на этом думаю все стоит закругляться спасибо всем тем кто досмотрел до этого момента подписывайтесь на канал ставьте лайки дизлайки оставляйте комментарии там на остальные мои соцсети подписывайтесь заданайте можете ну все вы все это знаете да вот вот этот мантра блогера вот она сейчас выливается на вас смотрите хорошую комедию слушайте хорошую комедию пытайтесь сами шутить не бойтесь показаться ну скажем так не смешным не быть это нормально через пробы ошибки все в конечном итоге получится ну если вы интеллектуально подковный опять же да то есть базу тоже нужно знать базу тоже нужно знать базу нужно в себе построить у вас с вами был есть и будет всегда данил рыжкин самый субъективный бородач на всем ютубе и во всем интернете и главное не будьте нормальными сорвался на самом самом конце слова моей подружки не будьте нормальными потому что норма сейчас такого что надо обижаться всех табуировать и закрываться со своей влажной подушкой у себя в комнате и всех ненавидя будьте рациональными всем спасибо всем дизлайк я буду курить все видео чтобы у тебя была иллюзия моего присутствия у тебя дома сигареты в зубах это лазейка чтобы обойти закон о запрете на курение в общественных местах запретить все что якобы вредит населению ты слишком веселый из-за пива лёша поэтому мы запретим тебе покупать его определенные часы чтобы ты был слишком скучным и чтобы твоя скука прорывалась через всю ночь потому что завтра тебе идти на работу а мы не хотим чтобы ты на работе был веселый ты же должен делать свою работу так же скучно как и мы потому что это скучная и уебищная работа на которую ты поступил потому что тебе так сказали в детстве делать но ты не будешь курить потому что это смущает вон тут упорылую женщину с ребенком она приперлась в барах хочет показать видимо своему ребенку мир но она не хочет чтобы ты курил потому что в ее понятии мира этого нет и она не понимает что в барах курят бутерброды с сыром и с беконом тоже убивает твой организм но я могу купить сыр бекон масло я могу купить сало сделать себе из этого десятифунктовый бургер сожрать это и после этого здоровая жирная фрикаделька поболзет по моим венам и разорвет мое сердце это нужно а чтобы выпить немного алкоголя стать повеселее для этой скучной стороны а потом немного покурить чтобы хоть чуть-чуть успокоиться и не перебить уебанов которые скучно смотрят из-за темного угла как ты там развлекаешься это нельзя что-то что-то